Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 882. События дня. Эпиграф. Третья книга. Сарс 14.6. Я грозный посланник Тебе. За 16 мая 2018 года. Это отрывок из одного предложения. Это пророк говорит, не бог. И далее у нас всегда была переписка тут с СД. Вот такая вот. Видите, как. А вчерашнего дня что-то ее не стало. Там кто-то открывает, жалуется, говорит, куда делась-то, говорит, там смотрели. Там моя переписка и беседа, там ничего нет. В хороших отношениях, ни нападок, ничего не было. Не знаю. На это я отвечал так. А человек сделался враждебен. Не если, Сирахов 37.2, не если это скорбь до смерти, когда приятель и друг обращаются во врага. Самое печальное. Идущий мой хлеб поднял пету. Шли вместе в храм. Разделяли искренние беседы. Давид говорит, 3000, не 2000, а 3000 лет назад. Но Иоанн говорит, 3 Иоанна 1.4. Для меня нет большей радости, как слышать, что дети мои ходят в истине. То есть противоположное. Самая большая до смерти скорбь и самая большая радость. Все зависит от того, что человек не один, не монах. У него есть и враги, есть и друзья. Ну, то есть вот такую нормальную Бог жизнь устроил. Псалом 3.2. Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня. Многие говорят душе моей, нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит передо мною, слава моя. И ты возносишь голову мою. Давид тогда уже все это испытал. И враги. Нет ему спасения в Боге. Вот что вы сделали, там, это я когда-то такой был добрый, делал, считал, а сейчас все растеряли. Все нет. То есть за Бога все это решают. Даже смеяться и то невозможно. Судороги, говорит, губы сведется. А смеха. Ну, все решают. Ничего не знает Бога. Невозрожденность. Народ-то совершенно темный. И вот такое. Я отвечаю. Премудрость Соломона. Прочитать надо всю вторую главу. 2.15. Тяжело нам и смотреть на него, ибо жизнь его не похожа на жизнь других, и отличные пути его. То есть они о таком человеке говорят. Вот я-то все применяю к себе. Златовый взгляд, усваивать надо то, что написано. Не вообще агнец Божий, который берет на себя грех мира. Иван Гелетьян 1.29. Но именно за меня он берет. Именно для меня он агнец Божий. Итак, они мне говорят. Он считает нас мерзостью и удаляется от путей наших, как от нечистот. Ублажает кончину праведных и тщеславно называет отцом своим Бога. То есть все избранные. Ну, неверующие. Они Евангелие-то не знают. Да как они же священники? Еще хуже паства знают. У него много дел других. Ему все время отпевать надо. У него с мощами больше радости возиться. Это никто ничего не скажет. Самые невосприимчивые к обличениям именно священцы чуть приподнялись. И когда они говорят гордыня и прелесть, это говорят из своего арсенала. Чем сильнее хочешь кого-то приткнуть, как Достоевский говорит, упрекай его собственными грехами. Собственными. Прелесть и гордыня, если из тысячи взять 999 случаев, к священству относятся. Что они о себе думают? Имеют право отпускать грехи, где они не отпускаются. Без эпидемии архиереев. Это подборка идет. Харчев говорил, тщательная. Это целое поколение. С 70 с лишним лет коммунисты выпистывали вот такую специальную группу людей, которая обладает всеми порохами первой главы послания к римлянам. Неблагодарные, нечестивые. Ну и все остальное, как-то в епархии тут у нас были, первая встреча, я не сказал, и у нас тут были, ни слова. Просто сидел и слушал. А тут благочинные, секретарь епархии, все по благословению архиереев, двух РПЦЗ и МП. Вот. Потом батюшка нашей говорит, ну, Игнатью, дайте слово сказать. Насчет миссии зашла речь. Ездить где-то. Они понятия о миссии даже не слыхали и не знают. Они думают, что мы сейчас Евангелие кому-то дадим, а ты есть миссионер. Вообще ничего не понимают. Ну, а как понимать-то, когда сердце наполнено другим? Я им сказал так. Вы хотели бы быть похожими на нас? Вот мы как? Они всегда говорят, вот, если нас священникам поставить у вас, то мы не потянем даже. И такие вопросы задают, и все. Мы не готовы, мы не можем. А я говорю, а мы вас чуждаемся, отвращаемся вас, как от болотной чумы. И вот вчерашний день, что писаны были под этими роликами о том, что в Потеряевке, там, Никита сказал, собрались в дому у Алексея Устинова. И Михаил Кальмаев пишет, для Никиты нет авторитетов в общине, даже Игнатий Тихонович, и уж тем более он не ученик его. То есть Никита не ученик. Это абсолютно правильно. Много отзывов, отзывы есть правильно, но самый правильный Михаила Кальмаева. А почему он здесь был, он искал, он пришел, он просился также. И ездил в поездку с нами учеником Игнатия Тихоновича, можно смело назвать Володю Пащенко, Сергея Пупкова, Нину Александровну Жолнирову, Игоря Добунова и многих других. Ну уж я не буду называть многих. В разных частях света, везде, на всех континентах буквально. Как-то одно время даже с Африки писал священник, там, с Турции, с Афганистана, чтобы, ну даже не выскажешь, сколько там, Гватемала, Перу, это уже вообще где. Плохие они ученики или хорошие, не мне судить. Но по ним и по их поведению ясно видно, что они, как ученики, замечания принимают и рассматривают свое поведение в свете этих, порой очень неприятных, замечаний. Стараясь исправиться и не повторять своих ошибок. Это те, которые ученики мои. Делают они это искренне, борясь со своими какими-то наклонностями и привычками, на которые Игнатий Тихонович обращает их внимание. Он ведет кропотливую работу с этими душами. Часто непонятную постороннему зрителю, но понятную ему, как учителю, и понятную его ученикам. А любая фальшь разрушает весь этот труд до основания. То есть в данном случае Никита, как явный разрушитель, пришел. У нас искать благочестие, переменять сестер, ну глаза тебе не залепишь, ты на улице видишь их. Я приму какие-то меры, когда приеду, если Господь позволит, стоять будешь отдельно, во двор к нам не заходишь, чтобы женщин не видел. Будто бы ты епископ и приехал на свою дачу. Такой и канон есть. Прятай женщин, когда там епископ приезжает. Канон церковный-то. Фальшь разрушает весь этот труд до основания. Никита себе на уме, и он не учится, а только приспосабливается и не пытается даже в малой степени последовать советам и замещаниям Игнатия Тихоновича. Чтобы изменить себя, сломать свое «я» не потому, что этого хочет Игнатий Тихонович, а потому, что это мешает следовать за Христом, мешает спасению души. Никита значительно опаснее Романа. Роман, несмотря на все свои завихрения, был проще. А Никита очень властолюбив и жесток. И он старается скрытно все делать, не афишируя свои цели, стремления и желания, которые открываются со временем и уже частично открываются. Прямо прозрительно все пишет, с каждым словом согласен. Он не стал учеником, не стал ничего в себе менять и бороться с этими очень опасными своими наклонностями. Эти страсти ведут в нем свою разрушительную работу. И слава Богу, что все открывается сейчас, пока живо, Игнатий Тихонович и отец Аким. Ну, а как вы дальнейшее видите? Ну, дальнейшее в Никитинах руках-то как-как. Ну, изменения будут. Где у нас есть женщины, я ограждение поставлю. То есть туда не заходить. А у нас в деревне, в каждом доме женщины. Вот Игорь, когда Глушков приезжает, женщин нету. Но если там кто-то есть, я вам поставлю условие не заходить. А он не будет слушаться. Ну, не будет слушаться. Значит, последствия будут такие, как и говорят. Готовь рюкзак и вслед за Романом на Украину. На Украину нас наградила двумя людьми. Интересно как. Ну, не вся же Украина-то такая. Тот вообще повел себя не то, что неадекватно, а даже враждебно. И главное, ко мне приехали. Деревенский-то меня упрекает. Кого ты принял? Ну, как я принял-то? Ну, через меня познакомились в интернете. Да, действительно, главное. Если бы не я, их бы не было. И теперь я за них несу ответственность. Вот какая беда-то где мне? Конечно же, очень жаль его. Но у него было время посмотреть на себя со стороны и измениться. Стать по-настоящему учеником Христовым. Но духовно ленивому человеку, да еще с такими страстями, которые не желают в себе уничтожить. Потому что жился с ними и полюбил их. Невозможно стать учеником Господа Иисуса Христа. Я все время молился о рождении свыше для Никиты. Ничего не получилось. Нету. Потому что вот эти качества, о которых говорит Михаил Кальмаев. Ну, и на другом ролике он поставил. Михаил. Бороться надо, и в первую очередь, самому Никите. Надо бороться со своей глупостью. Притча Соломона 13.17. «Всякий благоразумный действует с знанием, а глупый выставляет на показ глупость». Именно вот так. 13.17 притчи. Никита жил у меня, не одну зиму. Ну, ему уже почти 30 лет. Я не замечаю, как время-то летит. И говорят, что он уже почти 4 года. Ну, я думаю, нету 4-х-то лет еще. И сколько я вложил в него труда, загружал. Вот это подметать, вот это дверь закрывать. Половище, ох, хлопать, чтобы какая-то обязанность была. У него ничего нету. Он все идет, прошел, затопал, за хлебом послали. У него грязные рукавицы, работал землей. Он этими руками в рукавицах, в верхонке, берет хлеб. «Да ты что сделаешь? Мы же сейчас есть его будем-то». Хлопает глазищами, и все. И на какое бы дело ни послал, он абсолютно делает неправильно или не знает, как делать. Нужно делать. Вот как маленький-маленький ребенок. И поэтому, ну, если я не знаю причины какие, он без матери, отец, отчим, и мать-то у него не рядом. Вот у меня с ней хорошие отношения. Он книги ей послал. Но я думаю, все это сыграло вот эту роль. А главное, сам-то не искал. Дурная компания, наркотики. Сколько лет наркотиками он баловался. И говорят, он у вас тут жует что-то. Варит эту коноплю с молоком. Не знаю, не могу сказать. Какие-то таблетки глотает, а в них наркотики есть. Не знаю, не знаю. Поэтому, ну, на незнание мне прощение, иначе бы этого не было. Мы бы расстались сразу же. А он не поедет никуда. А что он будет делать-то? Он уедет. А как он не уедет? Он уедет, если он будет против идти. А зачем он нужен-то такой, когда все против? Он не созидатель никакой. А что он созидатель у него? Гвоздя забить не знает. Неправильно топором, лопатой пользуется. Какая? У него... Он сейчас завел цыплят, и что-то я не знаю. Говорили, 40, уже 29. Там на печке. Вот так. Но у него дом. Ну, дом-то, если так разобраться, то он и не оформлен, ничего. Это я дал ему, чтобы он отдельно жил. Он там и не живет сейчас с Володей. Сейчас его выставили. И если он уедет, то и все. На дом не оформлен, копейки не платил. Он дом-то так стоял. Я купил его, и все. А если он пожелает где-то, ну, теперь разговор будет другой. Даже жить будет, но чтобы выкупил. Выкупил. Вот и все. Потому что он сделался чужой человек. Это я все дарил. Им Володе дом подарил. Здесь, и там еще кто приедет. У меня есть еще было. Господь так делает. На себя я не потратил ни копейки. Я еще раз говорю. Некоторые говорят, а он не поедет. А что он будет делать здесь? С квартиры я ему отказываю. Помощи никакой. Игорю он не нужен. Идите искать квартиру. В храм к нам не будет ходить, потому что тут сестры. Зады их рассматривать не будет. Ну и что дальше? Зачем он нужен? Ему там хоть кто-то у него ездить. Никого не будет. Наши общаться с ним никто не будут. Ну и дальше-то он скатится на плоскую землю или еще что-то. Я не знаю, какая муха ЦС укусит где-то. Нет? Или он на полное послушание. А это невозможно. Он должен подтвердить это тремя годами. А если он сейчас женится? Он женится. Пусть везет жену. Так вы у него дом отняли? Нет, конечно. Ничего не отнимал. И не ходил даже в дом. Но приду туда. Сделаем ролик на память. Заново повторю его обязанности к дому. Если он его ремонтировать не будет, он разрушает. Я, значит, вытряхну его оттуда. Почему? Ну так нельзя. Везде течет где. Крышу сорвало шифер где-то. Он ходит где-то. Мы начинаем с Володей делать, а Никиты там нету. Понятно. Потом только подойдет. То есть он абсолютно никакой. Не нуждается. Если он дом будет разрушать, как же я могу позволить? Деньги-то мои. Ему дано для жилья, для того, чтобы квартиран передвинул койку. Мимо течет и пускай течет. Это так делал. Для того, чтобы там мальчиков с мужчинами приезжают в гости. Могли там ночевать. Мужская половина. У него там нынче он спрашивал. Отдельная комната. Поставьте в кабинете, как у Володи. И все. Никакой роли он там не играет. С детьми он заниматься не хочет. Я его не принуждаю. А теперь и не допускаю. Чтобы никому ребенку, ни одному пальцем не прикоснулся. Я еще в прошлом году ему сказал, как он заиграл. Когда начинают вот так бойно говорить, я знаю, там что-то есть. Там что-то есть. Монахи, он обижается на Андрея Кураева. А что-то есть. Потому что в самую точку попал. Боролись-то с чем, говорит? Не с тем, чтобы людей к Богу обратить. А всю жизнь в пустыне боролись с анонизмом. Я тоже здесь как-то сказал. Ты такое поведение, как будто занимаешься этой глупостью-то. Он сразу вспылил. А ничего тут такого нет. Это возраст девятилетнего мальчика. И голова кругом идет. Какой-то гус-зуд. Что это? Интересно как. Хотя я человек неверующий. Но просмотрев это видео, понял одно. Никита считает, что не он должен влиться в общину. А община обязана измениться по его вкусу. Намутил воду, а теперь выворачивается. Как может. Ай-яй-яй. Вот это кто взял гус-зуд? Я не знаю, как. Скажу просто человеку, который это фамилия или что. Гус – это гуска. Гуска – это задница тоже. Вот трясогуска. Она трясет гуской, где длинные у нее перья, хвоста. Длинный хвостик-то. А зуд – это зудится. Зуд чешется. Вот кто себя просчитает и скажет. Ну, я читаю, у меня как-то на русский язык переводится. Надо же же. Женщины своими поклонами выказали ему типа неуважение, пренебрежение. И только потому, что он стоял за ними, разрядывал их зад. Как одна у нас там в деревне есть. Вот. Женщина, она говорит. А вы, Игнатий Тихонович, знаете, мужчины, что интересует женщин? Понятия не имею. А что может интересовать? Умеет, нет, она работать, корову дает. Да нет. Задница. И, Люба, да ты, истина тебе говорю. А женщина тогда в мужчине, что интересует? Она засмеялась и все. Ну, одна женщина без мужа живет. Дочери у ней. Ну, и сказала-то она то, что знает. И правильно сказала. Вот. Стоял за ними, разрядывал их зад. Он видел зад? Да нет, конечно. Так благочинно одеты, как у нас, это не найти. Я не знаю где. Чтобы все девочки были двойным платком. Там даже на руках младенец, и уже он одет по форме. И голова закрыта. Не как у старообрядцев до замужества полголовы открытая. Нет. Платье до полу, по полу, прямо по полу пыль сметает. Что он может увидеть-то? Просто разглядывает. Так воображать можно где угодно, на улице, на чем угодно. Муха с мухой, наедет вверху, и можно думать, а вот блудники и прочее. Нет. Разгляд-то он разглядывать не может. Он не может даже определить, где он есть. Потому что широкие, как сарафаны надеты на них, юбки. Нет этого. Да и глаза-то впереди. Его ясно, что он больше в храм заходить не будет. Не будет. Чтобы не разглядывал. В притворе будет стоять. Зачем это нужно нам? Это маньяк. Самый натуральный маньяк только так делает. Женщина идет на улицу, там-то еще легче разглядывать-то. Она идет, подол подняла, там грязь или что-то переоделась. В жизни-то она сходят, а не по асфальту. Это церковные правила. Говорят, а почему вы женщинам разрешаете, там бывает грудь открыта? Не разрешаю, говорю. В уставе не обговорено, я не могу дальше наступать. Девочки вот у нас здесь выходят, гляжу, бывает до колена, чуть не выше платья там где-то. Я дергиваю. Я не могу ничего сказать. Она в храме была одета по форме. У нас оговорено в храме. Вот в деревне у нас четко сказано пояс носить. И в деревне всегда. И в храме всегда. И в лагере всегда. А про город ничего не сказали. И которые, так, липовые там у нас, ну как сказать, готовые уехать-то. Они только едут в город, сразу пояс долой из себя, верхнюю пуговицу расстегнет он всегда. У них у всех одинаково. Почему? Мирские люди. Вот так и здесь говорю. Он и говорит. Интересно, а вот он сам понимает, что своими словами и поступками он, Никита, выказывает неуважение к женской части общины. Да и к мужской тоже. Как-никак это чьи-то дочки или матери, а может даже сестра. Именно так и есть. Да и, к примеру, сказать сзади стоящему за ним, его жопа должна нравиться, или он тем самым хочет показать неуважение к людям позади него. Ох, как здорово, сказал. Позади тебя-то тоже стоят, и ты кланяешься. А сегодня мужчина на мужчинах разговаривается, как еще 2000 лет назад было, да много раньше, садомиты. Сегодня такие творят грехи, вообразить нельзя. Лесбиянки трутся друг от друга, рожать не хотят. Да это не все. Даже говорить нельзя. Были зоофилы, со скотиной совокуплялись. Или женщина становится перед кобелем своим. Это говорит Библия. Если она становится перед скотиной, убить ее и скотину. Убить. Это в Ветхом Завете. Ветхом. Не, у нас никто не убивает. Но нигде там не насказано, что оральный секс или там в уши или куда-то. Любое отверстие, лишь бы куда-то сунуть шило свое. И кто это делает? Клинтон. Моника. Да не может быть. И вдруг показывает мусульманка, учит, как надевать презервативы на каких-то морковках. И далее, как оральный этот, фу, стромота. Говорить даже невозможно. И учит своих там этих прихожанок, мусульманок. Сидят одеты прилично. Я мусульманке написал. Она говорит, да нет, этого у нас нету. Нету. Ну, я в интернете видел, не настаиваю. Ну, мерзость. Господь говорит, мне даже на ум не приходило. Бог перечисляет грехи, но этого греха нигде нету. Нигде нету. Забыли, где какое, что есть, куда можно, куда нельзя. Да и, к примеру, сказать, сзади стоящему, за ним, за Никитой, его жопа должна нравиться? Или он тем самым хочет показать неуважение к людям позади него? Думается мне, что именно из-за таких самодуров, как он, у многих посторонних людей слаживается негативное впечатление о разных вероисповеданиях, где такие Никиты присутствуют. Я неверующий. Да только зримо, как говорит-то здравый человек. Это не моя проповедь кому-либо. Просто выразил свою мысль об увиденном, свою мысль. Анатолий, еще не понятно, Анатолий, это Анатолий, видать. Мне понравилась мудрость батюшки, что проблема не в сестрах, а в самом предъявляющем. Правда ведь, при наличии богатого воображения можно фантазировать все, что угодно, на любом пустом месте. И на улице идут женщины, там, полураздетые. Это, в общем-то, естественно, по нашей греховной человеческой природе. Ибо темные силы искушают каждого. И я так понимаю, Никита оказался в общем не для того, чтобы стать на путь истинный, стать лучше, а не для того, чтобы поучать старожилов и вводить новые порядки. Тоже правильно, Анатолий. Скрываю фамилию, имя, отчество, все скрываю, потому что за ними охотятся, за нашими людьми, и всякой мерзостью их накрывают. Это православные, православные, особенно близкие к миссионерскому отделу, или в миссионерском отделе, это самая широкая пропасть в ад, миссионерские отделы. Сатана придумал все это, их нет таких и не может быть. Вот я уже набрался опыта и знаю, и приходят когда, и пишут статьи, что-то узнают, где-то, решают, какие труды бог принимает, не принимает. Что вы дурите-то? Рассказывают, что Никита уже недоволен. Почему? Вот и в коридоре стоять. И какие на то есть каноны. Батюшка, наверное, вам это расскажет. Вот я новости узнал. А он мне только написал, ну, для меня не тягостно стоять там в прихожем. Владимир Галиндухин. Христос воскресе! Воистину воскресе, Владимир! Игнатий Тихонович, примите нас, примите нас в гости в Потеряевку. В этом году у меня совсем маленькие ученики, от шести до восьми лет, изъявили желание четверо детей, но пока только двоим. Тимофею восемь лет и Льву семь лет. Дали добро на поездку родителей. И попросилась в Потеряевку мать Льва Ольга Сергеевна. Игнатий Тихонович, может мама Ольга приехать вместе с нами? Пожалуйста. Все родители смотрели видеоролики о Потеряевке. И согласны с условиями пребывания на данный момент, нас будет четыре человека. Когда мы приобретем билеты на поезд, я напишу о дате выезда. Спаси Христос! Все научились говорить «Спаси Христос!» А то «Спасибо!» «Спаси Господи!» «Спаси Христос!» всегда нужно говорить. И вот здесь хотел сказать. Смотрели видеоролики. А вы знаете, сколько видеороликов? Я выбрал, а Потеряевки сколько? Я могу, может быть, где-то еще-то ошибиться. 475 роликов. Я каждый раз говорю, найдите мне в интернете такой детский лагерь, о котором было бы снято столько роликов. И с приезда, и с отъезда, и какой порядок ими занимаются, ходят по ягодам. Наш лагерь был уникальный по правилам, какие есть. Подъем в пять. Найдите мне такой лагерь, где подъем в пять. Найдите мне такой лагерь, где купаются прежде три поклона, и придут, и там у старшего еще благослови, скажут, да и поклон. Ну, просто найдите. Поэтому у нас ни поврежденных, ни утопленников, ни отравленных объедками не кормят. Марина одна пишет, собирается потерявку. Мир вам, Игнатий Тихонович. Сергей Игнатов переносит поездку на конец июня. Я же тут сижу без работы, без денег, без дела. Дни считаю до поездки. А тут такое. Украина. Возможно ли нам без него приехать? Я ведь человек в дороге бывалой, профессия, и не из застенчивых, а язык до Киева доведет. А главное-то, если Бог за нас, кто против нас? Вот видите, как уже человек близкий к нам, который цитирует Библию, подтверждает. А мы недавно познакомились, не встречались. Я выделяю жирным, курсивом и красным. Римлян 8.31. И на эту тему теперь говорит с восхищением не кто-то. Шевкунов Тихон. Тихон, епископ. Как говорят, духовный отец, я не знаю, как его там исповедует он, президент Российской Федерации. Ну, так ли это, не знаю. Но много говорят про это. Я отвечаю, конечно, можно. Но тогда отсюда Сергею нужно обязательно дождаться. А это может быть и в августе. Ехать поездом намного дешевле самолета, да и более безопасно. Можно спросить, есть ли общий вагон. Есть ли. Мы всегда так ездили. Насчет денег я не помощник. Пенсия у меня минимальнейшая. 7.141 рубль 33 копейки. Это сегодня. Вот на сегодня. Это у нас что получается? 17 мая 2018 года. Это еще со льготами. Мне что-то там причисляют, как репрессированному политзаключенному. Смешно даже. Не знаю. Насчет денег я не помощник. У меня бесплатный билет в любой конец страны раз в год. Как льгота репрессированному и реабилитированному. И уже с 1992 года есть эта льгота. И ни разу я ей не воспользовался. Сижу на одном месте. То есть 92-й там 8 и здесь 17. Ну, получается 25 лет. 25 билетов сэкономило в стране своей. Заезд к нам гостей должен быть. То есть теперь лагеря-то нету. С 10 июня. Еще две с лишним недели. Проще всего отказаться вам от поездки-то к нам. И начать там работать. Но правильно ли это будет? Умолчу. Кто говорит, вот заманаю, зомбирую. Вот я и говорю, мы не встречались. Ну, передумать, да и не ехать. Нужна-то какая тут. Приехать, крещение принять, побыть вместе. Она свои там имеет вопросы нерешенные. Марина. Буду продавать все, что могу. Все нажитое добро сегодня же начну. Как только соберу нужную сумму, сразу к вам. Не знаю даже, что такое сказать решительность. Я отвечаю, ни слова не могу сказать или одобрить. Мне страшно даже кажется, если вы разощаруетесь. Будете горько потом жалеть, что так поступили. Я не скрываю от вас ход моих мыслей-то. Я на такое не готов бы был. Все, что делаете, делайте с благословения Божьей. И узнайте, как там ваш священник. Что он скажет. Ну, что я говорю не так? А почему? Потому что совесть во мне жива, несожженная. Я каждому говорю, я не могу помочь, у меня ничего нету. Нету. Повторяю, за одним столом сидим. Володя, Никита. Приезжает Игорь Барабаш. Торгуют они каждый вторник здесь молоком, творогом, сливками. Ну, и привозят яйца иногда. Мясо. Они покупают, что им нужно. Я не беру. За одним столом сидим. Они начинают меня угощать, я не возьму. Ну, зачем на халяву? Я проживу так. У меня сухари, суп Володя готовит хороший. А почему? У меня денег нет. У меня нет денег, я никакой нужды не знаю. Мне говорят, надо ходатайствовать, вам там добавят что-то. Я один раз пошел. Такая очередь. Махнул рукой и ушел. Больше не пошел. Говорят, дают какой-то на проезд какая-то льгота. Я и это не получаю, видно, не знаю даже. Вот семь тысяч сорок один рубль тридцать три копейки. Это только что повысили, а то было шесть. Марина, написала отцу Алексею. Подожду ответ. Мое сердце наполнено грустью и печалью. Не знаю почему. Еще час назад я с задором энергией бегала по квартире и думала, что продавать. Я отвечаю, еще есть время подумать, Марина. Подумать. Нужное продавать не нужно. Узнайте, сколько будет стоить вам поездом до Барнаула. Ну и обратно столько же будет. Умножить на два. И если уж вовсе никак, то буду думать, где и что мне урезать из своих предполагаемых дел на лето. То есть деньги отложены там на пруды, допустим, дорогу где-то делать. Значит, не делать. Я деньги пущу ей на проезд. Я этого не делаю, делаю первый раз. С дочкой едет тем более. Ничего нужного не продавать. Продать, что это за полцены, а потом платить по полной цене, когда нужно. Так? Нет. Это отпадает полностью. И к этому вопросу не возвращаемся. Все, чтобы было у вас в целости. Это я ее зомбирую так. А то она бегала, думала продать, и то другое. Веселая, хорошая женщина. Сергей Игнатов. С праздником Христового Воскресея. Вознесения. Благодарю. Мой отчет в Минэнергоуголь Украины принят. Но нужно работать плодотворнее по вопросам предотвращения коррупции, который является моим участком работы. Спаси Христос всех замолит. Он юрист, выступал там на Украине и ворует. Сергей Егорович, я могу заранее вам сказать. Все обречено на неуспех. Коррупция была и будет. Это странно. А вас просто уберут, убьют или еще что-то. Теперь бы управиться с делами, чтобы пойти в отпуск в конце июня 2018 года. В Киеве был в Лавре. Но уже нет былого восхищения благолепием храмов, когда жаждешь слышания Слова Божия, а слушаешь Акафис в исполнении хора монахов на труднопонятном языке, где есть прошение об избавлении от всякого зла и болезни. Но они и посылаются Богом для вразумления грешников или испытания веры праведников. Вот сколько у нас начинает, когда соборование батюшка и опископ тут соборовит, машет. Я никогда не подхожу. Я узнал, что сестра Татьяна Кузьминищина Капустина, старшая сестра, записывает, за кого молится батюшка, за болящих. Я узнал, говорю, вычеркни, я не больной. Нет, в эту графу меня не загоняйте. И стариком, когда меня называют, не загоняйте, я не старик. Возраст определяется не годами, а востребованностью. Или ты гниешь просто, или тебя везде ищут. Поэтому проклят всякий, кто пытается удержать карающий меч Божий. Это он взял Еремея, 48 глава, 10 стих. Проклят и удерживает меч Господень от крови. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Согласно этому, все священники проклятые с архиереями. Крестят, не крестят, просто лоб помочат. Венцы не надевают. Испыни настоящие нет. Причастием играют, кого допустить, не допустить. Ну, все до одного таинства разрушены. При живых жёнах многократно венчают. Ну, то есть, пираты захватили корабль. И почему? Патриарх Алексей Второй говорил, крестить только в полное погружение. Ипархия у нас принимала два раза решение. Это московская патриархия. Никто и патриарх сегодняшний. Кирилл держит ребёнка наклонный так ногами одетого и ладошкой исчерпает. Ну, что, он не знает, что ли? Да его сразу надо извергать из сана. Согласно 50-го канона апостольских правил. Если в одно погружение. А тут ни одного нет. Поэтому проклят всякий, кто пытается удержать карающий меч Божий. Направил недавно письмо Никите Колесникову. За него у меня переживания. На его недостатках учусь. Он хочет большей самостоятельности, как тот блудный сын, уйти от отца. Но в последнем его письме меня насторожили его слова, такие как тявканье на него тех, кто разделяет обличение тобой его согрешений со стороны заряженных энергетикой Игнатия Лапкина, баб. Понимаете? Вот эти слова, они несут очень и очень далеко идущие. Вот понимаете, это не просто так пропустить мимо. Баб, заряженных, и говорить о наших сестрах, где-то приходят на букву Б, вторая буква алфавита, которая там полураздетая в брюках, у нас этого нет. У нас целомудренно, по старинному обычаю благочестивому, это может только говорить гнусный человек. У вас баба бессовестная, это говорит нарочно человек, или троллит. У него нет полного смирения, да никакого нет полного. Терпеливо выслушивать обличение по его адресу и не огрызаться. Да сохранит его Господь на своем пути, и да возлюбит он тех, кто желает спасения своей и его заблудшей души. Аминь. Ну а как вы думаете, едет или не уедет Никита от вас? Не знаю, ему уже советуют это сделать. Не знаю, от его поведения зависит. Но прежнего отношения к нему не будет, это определенно. Женщин будем прятать от него, уже прямо пишут. Как бы кого ни изнасиловал. Не знаю, не знаю. Александр Андрусенко пишет. Ужас! Обстоятельствами пытаются оправдать нормальное положение дел в храме и бесстыжность женщин, кланяющихся перед мужчинами. Где ваше хваленое православное целомудрие? С больной головы на здоровые перевалили. Из-за бесстыжности жен своих сделали виновным Никиту. Лицемеры! Вот какие слова все! Он был здесь, крещение принимал. Ни одному слову я не верю. Он насмехается. Он умница такой, благодетель. И на этого АА мы зовем, чтобы не было лишний раз раздражения. Может быть, он уже своей фамилией стыдится. Александр Андрусенко АА. Ничего нет. У меня только благодарность к нему. Ну, допустим, кто-то бы сказал, не вон, вот так, бесстыжность наших женщин. До более целомудренных наших женщин вообще трудно найти. Посмотреть, как они одеты, как ведут себя, как готовят, когда встречают людей, как ведут себя в храме. С больной, здоровой, с больной, виновной. Ну, просто сидел, писал нарочно и смеялся. Своей Светлане Фатине Танерской, посмотрим, как Игнатия Сергея говорит. Никак. Запомни, АА, мы тебя любим. Ты для меня, АА, находишься в той сфере, где я даже полслова не могу сказать. Ты просто придуряешься. Ты не такой. Это не ты пишешь. Просто для смеху нарочно. Ну, тролли, да ты это не умеешь делать-то. А одиноко тебе? Да, одиноко. Среди каких гнусных личностей оказался? А своего Деодора пренебрег. Это епископ там у них где-то, Дмитровграде или где-то в Ивановской области. Может, я что-то ошибаюсь, прощения прошу. Вот, АА. Где бы он что ни говорил, вот запомните где-то, он как бы нападает на меня везде. Я понимаю, придурь. Он балуется просто. Я на него еще ни разу ни одного слова не сказал. Но если сейчас начнет говорить там, брать там о тех, которые ДС, все, переваливать на вас, разницы никакой нет. Я не меняю мнение. Для меня он оставится тем прежним, который приезжал. Так и много у вас таких людей, да, есть. Есть. Они однажды на одной кащели сидят вместе с Максимом Степаненко. Умница, человек такой. Когда-то я немножко там сказал за него, так он поблагодарил и прочее. А теперь якобы пишет такое, такое. Его там перекидывают на меня. Хоть что Никита говорит, Никита, я говорю, Никита и Максим Степаненко. Он для меня, а я их раскачиваю на кащелях дома и написал на фотографии это, или что там, раскачка. Они не поняли, о чем я говорю. Раскачка, это я их раскачивал. То есть я хотел, чтобы они были другими. Они полюбили тех личностей, которых я люблю, или нравятся. Такие, как вот Александр Исаевич Столженицын. У меня моя биография чем-то немножко похожа. И даже образ меня не раз называли Столженицыным. Я их раскачиваю на кащели. Огромные такие кащели. Там размах такой метров пять. И что бы он ни сказал, он никогда в ответ от меня не послушит. Ни оправдания, ничего. Яко не бывшая, я считаю. Яко не бывшая. Почему? Мы были в хороших отношениях. Мы были в хороших отношениях. И с АА, и со Степаненко Максимом. И они на одной кащели, я кащаю. И его принимали одновременно тут крещение. Для меня они до страшного суда те же самые, какие тогда были. Если только они серьезно все говорят, то есть проказа покрыла их добровольно, то я их помню теми, которые они были до проказы, как в фильме Иуда Бен Гур. Они не хотели мать и сестра его показать себя, что они прокаженные. Пусть они, если это прослушают, это знают. Я их люблю. Усиливаю только молитву. Что бы они ни говорили, я им в ответ ни слова никогда не скажу. Почему? Все сказано. Они были и видели. То есть это не те люди, которые не видели и не знали. Ну и все. Некоторый человек пишет. Вообще-то не понимаю ничего. Это сестры потеряевки бесстыжие? Да у них и так юбки в пол, до полу. Или запретить клиросу кланяться? Или стоять задом к иконам и кланяться не к алтарю, а к верующим? То есть вообще что-то или Александр не понял ничего, или вроде всегда нормальным же был, адекватным. Ушел. Вот беда-то из церкви. Это она об ААА говорит. Может, не разобрался в вопросе. Проблема-то с Никитой не в том, что его клинануло-то на тему клироса, а вообще в том, что он женщин ненавидит и презирает. Но для того, чтобы женщин ненавидеть и презирать, ты среди женщин должен кого-то выделить, которые не такие. Но у них то же самое. Тоже ты-то, мать там, сестра, кто? Но у него воспитание было совершенно неправильное. В нем демон сидит. Этот демон дает ему силы. Как бы не вышло с чего-нибудь в Потеряевке. Ведь реально или изнасилует кого-нибудь, или убьет. Не знаю, но принято к сведению. Ведь реально. Я даже могу сегодня это выделить. Никите потом сбросить, поговорить. Ну, просто я должен принять какие-то меры. Смотрите, чернотой какой. Я отвечаю. А, нарочно троллит. Это он все придумывает, чтобы посмотреть, как мы ответим ему. Ему нельзя отвечать. Ему тяжело. Он потерял путь в Царство Божие. Из церкви ушел. И сейчас ему худо и стыдно даже перед самим собою. Он страшно одинок. Мне жалко его. И я за него усиленно молюсь. Он просто придуряется. По отношению к истинным путем идущих, они все вот так и думают. Внизу что? При мудрости Соломона 2.19. Испытаем его оскорблением и мучением, дабы узнать смирение его и видеть незлобие его. Это они ко мне так. Потом мое незлобие такое. Я держу голубей. Голубей злой человек не держит. Запомните это. Единственная птица и зверей. Единственная. Почему можно определить человека? Это газета у нас написала губернская. Огромную статью и голубятников. И вот из-за рубежа и отовсюду люди узнали, что я голубятник. Кажется, из Афганистана даже. И все говорят, мы тайно провезем, голубей для вас подарим. У вас голуби-то какой породы? Это у меня все перемешались. Там голуби больше трех миллионов стоит даже. Из Германии. Голубятники нашли меня и это предлагают. Какие они все добрые, посмотришь. Больше никто ничего не предлагает. Ни крокодила, ни бегемота. А для Никиты сварить железную клетку в угол могли бы поставить иные люди и в ином месте. И как только его туда затолкнут, так капюшон или железный колпак без щелей для глаз. Может, он тайно обкурился, думает его знакомый-то, и пишет, что наживался еще худого. Мне тогда отвечает человек. О, железная клетка не изменит внутренней природы. Хотя, может, и сестер хоть защитить. Надо же, всех ухитрился унизить, оскорбить. Ирина в слезах домой пришла. А Ирина, это до моего племянника, у сестры сын. Вот у него, я не знаю, пятеро ребятишек, кажется. И у нас брат Павел такой, что это его в его доме находится сейчас Никита, загуливает. Ну, а Ирина там помогает в это время, что-то принесет. И он отзыв дал. Ирина, золотой человек. Ирина из тех у нас деревни, которая специально приходит ко мне посоветоваться о ее детях. Мы беседуем. Умница, красавица. И дети у нее такие. А всего-то не больше двух недель уже прошло в Потеряевке. Как он сделал? Пришла в слезах. Ну, то есть хам. С большой, огромной буквы. Никита Хам. Это уже не надо не ждать ничего. Везде хам. Хам. А хам заканчивает ясно чем. Он будет трясись, бояться, что его где-то чего-то лишили, где-то недодали. Трясовица, болезнь. Такая же будет. Хам. Это как у Каина «Черный континент» Юрий Соболев. Сегодня смотрел «Новый бутыл» с событий дня, в котором вы рассказываете про свои комментарии и толкование блаженного фефилакта. И маркирование красным светом необходимого по тексту. И вот ведь совпадение. Это сегодня же близкий брат. Кажется, близкий знает кто. Скинул небольшой фрагмент из заступления епископа Тихона Шевкунова. В котором он, Тихон, рассказывает о том же, ну, просто калька с вашего метода, Игнатий Тихонович. Посмотрите. Показывает где. Пригласить бы вы, отвечая к нам в гости, потеряевку. Юрий отвечает. Мне епископ Тихон тоже импонирует. Живой архиерей. Что значит живой, пока не знаю. Активный, творческий. Не спит с посохом на своем месте. Я не знаю, где тебе запятую поставь. Не спит с посохом? Надо ли тут запятая стаха? Не спит с посохом-то? Или не спит с посохом на своем месте, когда он епископ? Тут меняется смысл-то. Сейчас, увы, вряд ли доберется до Алтая. Ведь едет теперь в Псковскую метрополию. Вообще же, все рокировки с его фигурой не случайны. Действие дальновидного плана, который не озвучивается, но известен многим в православном мире. То есть куда-то его приблизят. Дадут санта, метрополита, заместителям патриарха. Ну, то есть вот это вот. Может быть, может быть. Виталий Калиников. Смотрю просмотров роликов об общине. Он сделал на канале «Восвете Библии». Это очень мало оказалось-то. А он там музыку запускал. Публике нужны разборки. Шершни. Шершни у нас там, я выжигаю. Шершни там 400, кажется, уже 20 тысяч. И прочее. Жаль. Работал больше месяца. А оказалось практически невостребовано. Да, бывает. Наталья Усатова. Не расстраивайся прежде времени. Пройдет время, будут искать и не найдут. Пока свобода и интернет работают, людям интересно что-то другое. А когда начнутся гонения, будут искать, хоть слово услышать евангельское и не найдут. Виталий Калиников. Думаю, без Лапкиных потеряевка снова потеряется, как в 70-х годах. Наталья Усатова. Дом, который построен на камне, все устоит. Земля-то благословенная Господом. Тоже думает приехать из Германии на крещение. И муж-сирианин. Марина. Поезд Чернигово-Москва. Цена двух билетов. Показывает сколько. Среднебанковский курс. Поезд второй Москва-Барнаул. Цена двух. Всего столько-то. Или столько-то, столько. 17 406. Двух билетов. Двух. Ну и обратно еще. Я отвечаю. Это в один конец. А обратно столько же. Итого 35 тысяч рублей. Правильно говорю? Молиться, чтобы Господь послал и расположил. То есть кто-то, чтобы нашел деньги. Прислали на меня там или кто-то. Мне-то тут придется мне уже все это играть. Чтобы она приехала на эти деньги, которые я ей дам, она отвезет. Что с собой нужно? Вот путевка. Я покажу сейчас путевку. Можно и поменьше числом что-то брать. Там носков, платочков. Мне приходится выезжать на неделю раньше. То есть через две недели. 2 июня. А 3 день деревни. А остальным и вам. 10 июня сего года. Тех, которые смотрят у нас вот здесь. Все. Мы не разрешаем к нам приезжать. Но на день деревни разрешаем. День открытых дверей. Днем приехать. И днем уехать. Вот кто сумеет даже. Ну меня сначала уведомите хотя бы. То есть практически никаких правил. Чтобы только были с поясом. Женщины. Платье длинное было. Ну без всяких украшений. Не накрашенное. Вот. Это день открытых дверей можно назвать. На меня напишите. Еще две недели. И можете приехать. Кто это напишет. Я им маршрутку скину. Желательно на своих машинах. Провожать. Отправлять. У нас нет возможности. Можете полную машину набить друзей. Повторяю табакурум. Ход закрыт. Они все равно будут курить. Курящий не может приехать. Не то что. А я ни в это время не буду курить. Ну напишите мне. Посмотрим. Посмотрим. Две недели не курите. Чтобы даже минимума не было времени. Что непонятно. Спрашивать заранее. Адрес в нескольких копиях. В разные карманы спрятать. С документами и деньгами. Не быть ротозеями. Тут вы позвоните Пупкову Сергею Павловичу. Он ведет занятия. Он может привезти из Барнаула в Потеряевку. Особенно при посадке шнырят по карманам. Будьте внимательны. Полине, дочке, ни на шаг и не разговаривать. Просто сидеть. Считать. Молиться. В туалет или куда. Только вместе. Марина отвечает. Игнатий Тихонович. У Полины учеба заканчивается 25 мая. Поль, Чернигов, Москва. Есть на 28 мая. Нас тут ничего не держит. Мне Господь дал силу и здоровье. На мне пахать можно. А я тут сижу, бездельничаю, жиром обрастаю. Ну тут должна ты похудеть, Марина. Лишнее скинуть. Раз обрастаешь. Я не сказал ни разу это. Вот теперь сама ты вылезла. А я тут сижу, бездельничаю, жиром обрастаю. Лишний вес скинуть. У вас там я бы пользу принесла. К празднику помогла бы. К приезду гостей домики подготовить. Уборка. Может какая. Да любая даже грязная работа. Мне не зазорно. У вас слава Божию. А я тут не подумал. Это не самолетом же летят. Когда узнали, что уже поездом. Так тогда не надо ехать до Барнаула. А билет брать до Корчино. Но я еще дополнительно сегодня у батюшки спрошу. А Корчино 120 километров. А до Барнаула 150. Большая разница-то. Там наши могут съездить. Конечно, все это надо оплачивать будет. И мне брать. И шоферами рассчитывается. Так. Я отвечаю из Корчино. Нам дайте знать, что вы уже почти доехали. Делайте, как вам лучше кажется. Можно и раньше. Вы правы. И дальше. Чтобы приехать в Потеряевку. Можно было бы вам не раньше. 2 июня можно было приехать. Не раньше. Ну, можно пораньше. Я в этот день приехать хочу туда. Вот и нужно рассчитывать. Если позже, то беды не будет. Завтра еще поговорим. Отошел. То есть, 2 июня, суббота. А 3-го день деревни. Главное, 200 лет основания Потеряевки. И 27 лет начало заново восстановления. До этого на 20 лет была исчезнувшая я. Сергей Купков. Наталья Усата. А что же, чем в воскресенье грязными ходить? Дети, хальком. Значит, можно купать детей-то? Сергей Купков опять. А что, правила есть запрещающие купать детей по воскресеньям? Или у тебя заработок такой деньги, детей за деньги купаешь? Наталья Усата. Не знаю. Поэтому и спрашиваю. В воскресенье ничего не делает моя семья, кроме мужа. А в субботу вечером, в 18.00-то, ведь уже идет богослужение. Валентина Сартисон. У меня дочь работает в доме престарелых. По сменам выпадает и в субботу. И в воскресенье работать. Правда, если в воскресенье во вторую смену, то успевает утрен на богослужении быть. Все правильно, может. Три специальности есть, которых в субботу не касается. И в субботу, в воскресенье можно работать только им. Это ухаживать за больными, врачам, животноводам и сторожам. Русик, мир вам. Тоже накладочка выходит. Игнатий Тихонович, у вас все говорят, и вы тоже, что не женаты, не приживаются. Вот если даже взять Володю Пащенко, он не женатый. И Пупкова Сергея взять. Апостолов 11 из основных не были женатыми. То ли не понимаешь, Рустика. Речь вот о поселении в Потеряевке. Строить самому дом. Причем тут апостол. Они же ничего не строили. А если бы апостол Пупавел, ему так же сказали. Какая разница? Одному не прижиться. Это надо топливо заготавливать, скотину держать, оставлять все ехать в город. А скотина у тебя, кто за ней будет ухаживать? Ничего одному не сделать. Речь идет о поселении в Потеряевке. Куда как... Совершенно не о том говоришь-то. Возьмите Анна Златоуста. Он тоже был не женатый. И далее чего? Что они? Все волки сегодня здесь, а завтра там. Вообще не понятно, какие волки, какое. О чем речь? Это поселение в Потеряевке. Другое дело, может быть, Никита надоел многим из вашей общины. Это у тебя мысли какие-то. Прямо совершенно надоел. Почему никто не надоел о Никите? И почему не раньше? А сейчас, когда он на сестер на всех напал? Да, ахинею сказал. Хотя порядок есть порядок. И у вас все по уставу. Но все же из-за этого выдавливают его из общины. Тоже глупость, говоришь. Никто его не выдавливает. Ну, чего вы горой-то? Совсем безмозглые или какие? И с Игорем Дыбуновым был неблагодарный. Да, есть такое. Если только по множеству факторов он вам надоел, тогда ясно. Да, множество факторов – это человек. Это система. Ну, а все же, я бы у вас тоже не прижился, судя по вашей логике. Так мне, по-вашему, вообще не следует жениться? И что же? Мне жить теперь одному без общины, как волк или монах, отшельник? Хотелось бы пояснение с вашей стороны. Не прижился. Не прижился. А если думаешь жить, ты должен любить скотину. Я уж не говорю жену. А то, как правило, разведенные вот на это. Или спознались не с одной женщиной, а соснахались, а теперь не знают, что делать. К женщине благоговейно должно быть там в отношении строгое. Если нужна даже заставить, и жизнь отдать за нее. Вот как. Как Христос возлюбил церковь. Что остальное – это огородить от своих разведенных мозгов. У нас были одинокие, которые ничего не получилось, он ничего не успевает сделать. В огороде надо, за скотиной надо. Но и детей-то нету. Роман Фроликов. Мир вам, Игнатий Тихонович. У меня вопрос. Я работаю дворником с понедельника до пятницы. Выходная, суббота, воскресенье. Можно мне в четверг на Вознесение работать? Роман, да иди к начальнику и спроси, скажи, я успею, приду и там сделаю, или один день заранее, попозже сделаю, чтобы мусора не было. Перед четвергом, сегодняшний день как раз четверг, а я отвечу, а через неделю ты к ответу узнаешь, Роман. Ну, тут понятно, что не ко мне вопрос-то этот. Ну, если никак нельзя, выйди на работу, тут еще смотреть. Определенно, четко у нас работать может только Игорь. На поле пшеницы. Погода вот вылазь хорошая, но на литургии он был. А в воскресенье и ему не разрешается. В воскресенье всем до одного не работать обычной работы. Андрей Александров. Мир вам, Игнат Тихонович. У меня довольно интимный вопрос к вам. Если не станете отвечать, пойму. Интимный вопрос. Я еще не досчитал и думаю, куда, о чем, какое, не забыть бы про счет спросит. А вопрос такой. Когда вас обличают, в кавычках, в интернете, по скайпу, например, пытаются явно задеть, вывести из себя, вы немного склоняете голову вперед, опускаете глаза и молитесь. Как правило, во время подготовленного спича вашего оппонента. Как именно вы молитесь в такие моменты? Какая-то определенная молитва или своими словами? Я отвечаю, то и другое. Но только если я в пяти университетах вел занятия, только в одном АГТУ, 18 лет. И мне задавали не два, не три тысячи вопросов. Тысячи! И эту работу я вел около 20 лет во всех отделах милиции, три радиопрограммы еженедельно, сам составитель. Одна онлайн была прямая, прям в эфир, часовая. Во всех воинских частях, в 13 школах, техниках, заводах, фабриках. Нет места, где бы я не проповедовал. Нет такого места в Барнауле вообще. Город 700 тысяч. Тогда было маленько поменьше. И ни на один вопрос не было, чтобы не было отвечено. Ни одного вопроса. Самое подыскивается, самое скверное, я на них все равно отвечал. Я отвечал так, что человек, который задал, он жалел, что ответил. Вот 4124 вопроса этих у меня стоят, разнесенные в 55 папок тем на нашем сайте. И отвечает то и другое. И вот появилась статья, мне пишут, Сергей Дудин, 13 мая, 14. Здравствуйте, это пишет он Сергею, Сергей Дудин, Сергею Козлову, парализован. На вашем хостинге по адресу такому-то опубликованы ролики и там то другое. Конфиденциальными беседами, несанкционированное частное видео с моим ребенком. То есть вот это пишет совершенно неверующий человек. И он теперь, согласно закона, а тогда стояли ролики, по-хорошему был. Изменил он свое отношение. А почему? Приблизили к миссионерскому отделу. До этого как овца был. Здесь совершенно изменился. Вот теперь я не буду считать этот закон. Вы просто прочитайте, кто не знаете. Вот он где. Это какие штрафы, что, как он взламывает или просит, сколько раз удалял эти ролики. Они живут и будут появляться. Это теперь он вроде бы заведующий или как там председатель миссионерского отдела. Там в Томской области вроде какой-то город и что-то такое. Это он говорит. Меня это не касается. Я знал тогда, когда мы в хороших отношениях были. И он говорил, архиеречью, что я скажу, он меня с детьми на улицу выбросит в мороз. Это в роликах сказано. Значит, ему теперь не нравится, что теперь это все сказано, опубликовано будет. И отношение к нему изменится. Вот. Этим Сергей, он пишет, с почтением, уважением и надеждой на понимание. То есть ничего этого нет. Добился удалить страницу. Это Сергей Козлов пишет. Добился удалить страницу. Ну, что сказать. Я ничего не могу сказать на это. Я только знаю, что верующие так не делают. Да там не против, ничего нет. И наша переписка с ним, мы переписывались, кажется, три года. И она выставлена. Переписка в Ворде. Переписка. Он все удалить. Он теперь другой. Его приблизили к миссионерскому отделу. Он налево-направо. Меня гвоздает. За каждое дело его ролик. Я могу его в суд вызвать сейчас. Он от страха умрет. А вы выиграете. Абсолютно выиграю. Даже думать не буду. Как только меня не называют они там и что-то. Они этого не докажут. Ни одного слова. У меня большой опыт. Я судился с коммунистами. 11 лет суд шел только по возвращению. Похищен у меня 11 лет. А это только сказал, думал, этого Дудина следа не останется. Какие были там, что они крещали, там угрожали, писали, звонили мне. Всех разгромил Господь. Почему? Я молюсь. И я молюсь. У него трудно с квартирой. И вот сколько лет он против меня воюет. И я каждый день, 365 дней в году, утром и ночью вспоминаю этого Сергея Дудина Викторовича. Чтобы Бог усмотрел о нем нечто лучшее и дал ему жилье хорошее. Для меня этот Сергей остался тот, тот, который был в хороших отношениях. Ничего я не могу сказать, кроме того, что он вырывает, удаляет. Но у нас это не принято. Это наша жизнь. Куски нашей жизни он замазает. А власти и знали, да они не знали, что такие будут события. Это сдали закон был сегодня, завтра удалят. И все будет стоять на месте. Потому что в интернете нападает и то другое. Поэтому должны были как-то, ну, навести порядок. И на патриарха, там его такими словами, Квачков называл его, Владимир Васильевич, ну, вроде бы он мужеложник и прочее. А теперь сиди тихонький, дедушка, там, вот так. Ну, много мерзностей. А у нас-то ничего нету. К нам это не относится никак. Что мы там неладно сына, я его сына и не видал. Где он там сын и прочее. Но главное, угрожает. Угрожает, там, миллионы штрафа. А Сергею парализованному, там, 15 лет уже лежит, нужно ли это? Он убрал, убрал, но у других она сохранилась и будет появляться. Какая его жизнь, когда он везде сейчас рыскает, смотрит. Ты смотри, Дудин Сергей Викторович, какая ситуация в народе. Ты посмотри, церковь-то какая, духовные развалины. Как патриарх Кирилл выразился, в Дальнем Востоке и в Севере-то. Посмотри, что делается. Это вы виноваты, вам отвечать. А одна душа, если погибнет по вашей небрежности, вам всей жизни не хватит рассчитаться. Иоанн Златоуз говорит, а у вас их миллионы погибли. Православия-то никакого нет, фальшь одна. А почему так говорит? На тень я говорю. Игнатий Бричанинов это говорит. Пятый том. А актеры одни остались. А актер ничего не сделает. С монастырями покончено. Это его слова. И Феофан Затворник. Полагаю, поколение 2 и православие исчезнет. Его нет уже. А вот остались одни такие, которые все знают и все делают. А эти умники говорят, что они сделают, все во вред. Здорово вообще. Здорово. Ну вот о чем я сейчас говорил. Путевка в лагерь. Посмотрите, вот путевка в лагерь. Что нужно ребенку иметь с собой? Верхнюю теплую легкую одежду, баллоневый покров. Носовые платочки 4, по 2 смены верхнего и нижнего белья. Девочкам длинное платье. Да, 5. Считайте. Легкую обувь. Резиновые сапоги желательно на размер больше. Вот. 5, 6, 7, 8, 10, 10. 11, 12. Это я легко покажу. 5, вот, кружку, считайте. 10, 12 названия. Желательно привести справку, что не мочится во сне, нет кожных заболеваний и глистов. Ничего не привозите из компьютерных игр. Играющим запрещено приезжать. Это в лагере было. Деньги, часы, телефоны сразу же отдаются воспитателям, а возвращаются при отъезде. Запрещается категорически привозить животных. Ну вот такое я посылаю всем, кто приезжает. Ну просто необходимо это. Да. Это вот я путевку показал. Теперь мне надо путевку сюда закинуть, убрать ее. Так, дальше. Дудин Козлов я отдельно выделил. Вот здесь вот хотел уже просчитать отдельно. Дудин добился удалить страницу. Добился страницу. Ну, интересно, главное, страницу. Кто что сказал. Вот прелесть и гордыня, это относится к священству. На 999 из тысячи случаев. Примерно так. Ну и дальше. Вот мусульман, интересно, как совершать намаз в православной церкви до 3 апреля. Источник Ислам Лайф Ру. Намаз в церкви. Очень интересно. Что делать, если подошло время совершения обязательной молитвы у мусульман-то, но нет возможности помолиться? Предположим, у вас даже есть ритуальное омовение и коврик для молитвы. Но молиться на улице очень неудобно, тем более, если идет дождь или стоит сильный мороз. К счастью, мусульманам разрешено молиться в христианских храмах. Давайте поговорим о том, как правильно совершать молитву в церкви. Это, кажется, из живого журнала Андрея Кураева, протодиакона. Надо понимать, что православные священники, в отличие от обычных православных, настроены очень радикально. И пока не готовы к предложениям мусульман обмениваться храмами. Мусульмане Москвы, в принципе, даже не против обменять все мечети на все православные храмы. И при таком обмене даже готовы закрыть глаза на то, что церквей в сотни раз больше. Но священники настроены крайне негативно к такому предложению, так как это будет способствовать уменьшению притоков финансов. И, как следствие, у священников будет меньше элитных машин, недвижимости и сверхдорогих часов. Это все Андрей Кураев пишет. Так я понял. Их коллеги, Великобритания, между прочим, ближе к пастве. И, в отличие от российских священников, практикует ту любовь, которой призывает священник Исаак Бабалан, например, позволил мусульманам использовать церковь святого Иоанна в Абердыне для молитвы. После того, как он увидел верующих, совершающих намаз в очень холодный день за пределами соседней мечети. Мусульманский храм, как и в Москве, был слишком мал, чтобы вместить всех мусульман. У них интересно. Если 10 человек не вмещаются, я так слышал, не входят тут. И уже вопрос ставят о том, строить новую мечеть. Вот считай, это правильно. А у нас пустые стоят священник-убийцы. Интересный заголовок какой. Сегодня такое сотрудничество стало естественным. Каждую неделю в пятницу зал церкви на это время переходит исключительно в пользование мусульман. К счастью, Московская соборная мечеть, например, также находится рядом с церковью. Мусульмане Москвы были бы очень благодарны, если бы на пятничное служение священники предоставляли храм святителя Филиппа Митрополита Московского в Мещанской Свободе, Слободе. Общеизвестно, что Временная мечеть на проспекте мира не вмещает и половины желающих помолиться. Впрочем, территория вокруг храма уже давно используется мусульманами. Остаются только некоторые формальные вопросы юристов и непреодолимая озлобленность местных священников. Тут я не знаю, как. Каноны есть, которые запрещают молиться в их храмах. А то, что к вам будут приходить, там тоже каноны есть, даже не запускать. Так что тут каноны стоят. Священники не просто озлоблены. А вот каноны еще есть. И я думаю, каноны-то действительно... Их не так не сбросишь. Намаз в Москве. К слову, церковь Великобритании не единственный шаг навстречу любви и взаимоуважению. Мусульмане США также заполняют пустоту христианских храмов. О теориях практики. Главное, что надо понимать, это чувства верующих. Православные люди не против использования храмов при соблюдении тишины и порядка. Единственными людьми, настроенными против, могут стать местные священники. Постарайтесь вежливо объяснить им свои намерения и действовать строго сказанному. Почему-то здесь Андрей, кто-то, ни одного правила, о которых я говорю, не говорят. Если хотите, я более строго скажу, это настрого запрещено канонами православной церкви. А все всегда, а вы как бы поступили? Я говорю, я бы переговорил с паствами, с паствой, переговорил, подписал письменное разрешение на одно богослужение, на одно от синода. И далее, какие правила? Строго сказано, вот, их ознакомил бы один раз. И понести за это эпитемию. Эпитемия на меня должна быть за это наложена. Какая-то там, не прищищается год, два, три. Так, недопустимое произнесение молитв и такбира вслух. Ну, такбиры – это особые такие возгласы они делают. Аллах Акбар, то есть, велик Аллах. Нам нужно говорить о Аллах Акбар, Иисус Акбар, Христос Акбар. Так, также недопустимое коллективное совершение намазов – это недопустимость, недопустимость вытыкает из пункта второго. К тому же, коллективная молитва будет привлекать большое внимание православных верующих. То есть, только про себя. Не следует затягивать молитву и лучше ограничиться выполнением только обязательных фарт намазов, а оставив дополнительные сунны, которые можно совершить позже, не в церкви. Пятое. Не следует заходить в храм в небрежном виде с неухоженной бородой. Вот интересно. Свои-то все безбородые. Лучше умаститься благовониями и привести себя в порядок, чтобы находящимся рядом с вами православным было приятно чувствовать себя. Но если это так, тогда еще надо правила поставить, чтобы в это время, пока они не ушли, священник мой взять кадила и пройтись по ним, обкурить их всех благовониями своими-то, тогда еще лучше будет. И когда им можно заходить, чтобы убил колокол, а не колокола почему-то бояться, колокола, и, говорит, как черт Ладана, поговорка такая. Но вот условия обязательно про колокол и обязательно про священника, который пройдет с кадилом вокруг и покадит на иконы, на свои, не их-то. Но и они попадут в это окружение. Я бы один раз на это пошел, а потом посмотрел, что будет. Как только правило хоть один нарушит, ему вход запрещен. Двое, трое, всем запрещено. То есть тут можно... Я реально смотрю, что я священник или епископ, как бы я себя повел. Ну, прошу просить прощения. Бодливой корове Бог рок не дает. Тут я читал Галендухин с ребятишками, говорит, хотел приехать. Ну вот, еще сказать на это. Я сейчас... Вот, это не то. О, я что-то должен сделать-то. Вид. Где-то тут есть файл. Так. А где это? Не знаю. Масштаб, наверное, вот это вот. Да, увеличить. Вот. Так. Масштаб. Увеличить. Вот он сидит с ребятишками, похоже, поле сжатое и опасное. Ну, маленький, тут ничего не скажешь. Кажется, один ребенок в очках, другие голову опустили. Он преподаватель. Истинно любит свою работу. И с ним никогда ни одного слова не было против. Принял крещение здесь был. Ну, вот так. Это вот. А это у меня выскочила отец Геннадий Фаст. Жена его, матушка Лидия, рядом стоит. Ну, и там, где был он епископ, где-то это, я не знаю, то ли в Сирии, или где-то. И священник вот стоит с бородкой в очках. И в очках, кажется, отец Геннадий тоже в очках бывает. Тут бы трое, все в очках были. Японская бригада. Тем все в очках, говорит. Зато мы, говорит, разрабатываем серое вещество. Мозги. Тут ничего не сделаешь. Без очков поправить зрение. Жданов Владимир Георгиевич разъезжал. И там продавать вот это надо, добавлять к ним еще там что-то. Какое-то, облепиховой. Кто делал это? Я, который их знаю. Все до одного вернулись к очкам. Ну, ничего без очков сделать не могли. Вот так. Я что хотел сегодня, ну, практически все. С Богом.